26 ноября 2015 года Ушла из мира яви Светлана Васильевна Жарникова По древней славянской традиции, в сороковой день ее смерти мы направляем свои светлые мысли и произносим памятные молвления о Светлане Васильевне. Здравствуйте, наши радиослушатели! С нами на связи известный писатель, очень интересный человек Юрий Васильевич Сергеев. Здравия тебе, Юрий Васильевич! Здравия! Поскольку у нас сегодня сороковина со дня смерти Светланы Васильевны Жарниковой, то в этом случае все наши мысли, все наши слова будут посвящены ее светлой памяти. Скажи, пожалуйста, от себя, что, на твой взгляд, является творчеством Светланы Васильевны и кем была в этой жизни Светлана Васильевна? Я вам скажу, я лично знал ее, встречался в Вологде с ней не раз, что сорок дней назад ушел от нас великий воин, духа такой, удивительная женщина. Без нее я сорок дней не могу опомниться никак, что ее нет, потому что она действительно воевала за Русь, за наши корни, за великое прошлое России, русского народа. И потеря, я думаю, что будет, конечно, восполнима. Вот и учитель Гусева, санскритолог, и сама Светлана Васильевна была в этой теме очень профессиональным, глубоким ученым. Она вселяла надежду, когда читаешь ее, слушаешь, вселяла надежду и уверенность, что Россия имеет великое прошлое, великое тысячелетие и письменности. Это нас пытаются гнобить ее, как саму-то ее не признавали, якобы все вот эти маститы, якобы ученые, которые ничего не создали, ничего не сделали в жизни, а только клевали-клевали ее за ту истину, за ту правду, что она раскапывала в нашем прошлом. Она удивительна в своих работах по рекам Вологодской области и по многим таким. Она четко определила, что древнее славянское начало было именно оттуда пошло. Поток вот этот гипербореи шел через Вологду, Урал и докатился до Индии. Она так с азартом, с таким, вообще она страстная была женщина такая, с азартом она рассказывала мне, как однажды в Вологду, это еще давно, может лет 15, приехали 42 индийских санскритологов, ученых приехали, маститые ученые. А в Вологодском Кремле есть уникальная комната, куда они всех пускают в музеи. Там вышивки, вологодские древние вышивки. Но так как свастики, и предвзято, что-то вдолбили себе в голову эти нынешние пустые историки, что это свастика, что это связали с Витлером. Но она десятков тысяч лет имеет свою историю, в том числе и на славянских. Ну ладно, короче, она привела их в эту комнату. Индейцы огляделись кругом и сразу так спрашивают Светлану Васильевну, «С какого штата вы у нас это украли?» Она говорит, я так изумилась, как это все наше, добровольство наше. Они так и не поверили. Потому что аналогичные были вышивки такие же. Но когда мы, говорит, приехали, приплыли в Великий Устью, нынешняя столица Деда Мороза, и пришли в одну деревню, приехали там, по деревне походили, и эти санскритологи индийские опять с возмущением и с недоверием так говорят, а почему у вас люди в вашей деревне разговаривают на нашем санскрите? Она говорит, Светлана Васильевна, не на вашем санскрите, а на нашем. Они разговаривают, это вы, говорит, на нашем. Но вы знаете, она же доказала потрясающие вещи, что, например, до сих пор в Индии брак сочетания совершается только после того, как расписывается на бересте, в Индии берез нет. То есть она доказала, что многие корни, особенно по рекам Вологодским, они сакральные, арийские такие, сакральные начала, но вот наша Великая Родина, Великая Россия. Как бы нас ни топтали, как бы нас ни унижали, все равно такие воины, как Светлана Жарникова, они выправляют этот мутный поток, отвали этого в сторону, и остается чистая река жизни, чистая река нашей истории, великой истории. Светлана Васильевна выдающийся ученый, просто выдающийся. То, что вот радиослушатели, можете посмотреть в интернете ее ролики, в книге можете прочитать, в ней прочесть книги, они в интернете есть. И вы поймете, что Светлана Васильевна боролась за ваших детей, за ваше будущее, за весь наш русский мир. Она была просто удивительной, настоящей воительницей за наше прошлое, за наше Отечество. Низкий поклон ей. Она сейчас ушла к нашему русскому роду. Она смотрит на нас сверху. Она еще пока здесь, у нее душа. И нельзя забывать такую женщину, такого ученого, как Светлана Жарникова. Надо помнить о ней вечно. Пусть земля и будет пухом, хорони ее душу Господи. Очень добрые, теплые слова, Юрий Васильевич. А вот по жизни, какая она была? Ведь немногие с ней могли так вот в открытую, откровенно, за одним столом сидеть, общаться. Как она себя в жизни вела? Скромно или, наоборот, очень открыто? Что они, можно сказать, как о человеке? Понятно, что воительница, она была очень серьезная, и дух воителя в ней присутствовал, это чувствуется во всех записях. А вот с точки зрения человеческого общения? Она очень была ранимый, тонкий человек. Она вот, понимаете, она когда чувствовала, когда мы с ней начинали говорить, что я же тоже, у меня романы «Княжи остров» о наших корнях, и вот сейчас пишу новый роман о древних наших историях, древних корнях. И она как бы чувствовала, контакт произошел вот в этом миропонимании, в общей идее. И мы с ней, она была очень откровенной человеком. Откровенной, иногда прямой даже обижались, вот и либерала на нее, что она могла сказать жестко, но она отстаивала, просто насмерть билась, как грудью шла на пулеметы. Вот, она очень была такая, бесстрашный человек, великий человек, русский человек. Бытует сейчас такая версия появилась, что ей кто-то помог уйти из жизни. То есть это скоропостижное заболевание, оно очень быстро развивалось. Какие-то есть соображения по этому поводу? Может быть, на самом деле где-то эти либералы-ворожки там что-то под такое поднаварили, что-то такое замутили? Я не исключаю это дело, потому что есть методики. Вот, Левашов Николай, он рассказывал, какие есть методики. Он в Америке когда был, у него там со второчек стреляли этими иглами с лекарством и прочее, прочее. Он пробивает на 15 метров, пробивает одежду и растворяется внутрь тела. Вот, смотрите, в Венесуэле и там в Южной Америке умерли от рака несколько вот президенты там и водовещих следей. Ничего просто так не бывает. Поэтому я не исключаю тот момент, что и рак, он и заразен рак. И когда я увидел ее, мне сразу просто испугался в последнем интервью. Она худая такая была, все прочее. Есть разные облучатели и все прочее. Но вы знаете, завет не завет, а убей лучшего из русских наших врагов. Вот это такое правило. Так же, как был с подручной Евтушенко убила Рубцова, Утюгом, и многие-многие другие. И этот Тальков, да кто там, и Пушкин, и Лермонтов. Они мешают, мешают сатанинской империи. Америка – это сатанинская империя. И они мешают ей развернуться, чтобы появились новые троцкие, новые тут сверху, и чтобы начали уничтожать русский народ. А нельзя, по их пониманию, чтобы русский человек проснулся и познал свои корни, которые просто давала на вытянутых руках Светлана Жарникова. Вот смотрите, пейте эту воду с родников древних своих. Смотрите, какие мы были и какие мы стали сейчас. Поэтому великая была. Да, если уж мы говорим о либералах, то либералы, они, как говорится, мягко стелят, да жестко спать. Слова-то у них льстивые, такие замечательные, а вот по делам, где они появляются, там появляется грязь, вонь, там появляется разруха. И Америка – это только проявление этого либерализма. Как это говорят, айсберг. Видно только небольшую часть, а все остальное скрыто под водой. Я думаю, она затронула такой пласт информации нашей древнеславянской, что заскрежетали зубами не только те, которые видимые, а те, которые скрыты были, те, которым все русское, как поперек горла кость. И вот как раз Нимта на хвост наступила. Уж громко не визжать начали. Потому что много она зубов повыбивала им. Поэтому вот такая версия, я ее не исключаю, что помогли ей уйти из жизни. Но во всяком случае, как говорится, русичи никогда смерти не боялись, если настоящие русичи, никогда не кривили душой. И вот здесь, как ты сказал правильно, она воин. Вот это воинство ее, хотя и в женском обличии она была, но это чувствовалось в душе, именно воин, который первое, напомню всем, первое, которое защитило диссертацию на славянскую тематику. Многие мужчины не боялись браться за это. Многие, как только слышали тему диссертации, они сразу закрывали глаза, затыкали уши, как те три обезьянки, и затыкались в рты, лишь бы только лишнего не сказать. Потому что мужское у них только было обличие, а вот душа у них была далеко не мужская. Ну, ты понимаешь, это же уже с советских времен идет жесткое такое уничтожение наших корней, наших исторических. Вот возьмите в Ростове, я пишу сейчас новый роман «Азовское сидение». Я в Ростове приехал в музей, в исторический музей, но там ни одного русского человека нет в этом музее. Значит, ну, понятно, кто там сидит. В Азове к директору музея прихожу, говорю, я пишу «Азовское сидение», «Помогите». Вот он так на меня глаза выпучил, говорит, «Вы что, об Азове все написано, не надо ничего писать». Представляешь? Назведательно так, что все уже написано об Азовском сидении. Поэтому охрана идет, такая охрана наших корней. Не то, что охрана, просто уничтожение нашего прошлого. Чтобы молодежь не знала, кто они есть на самом деле, а чтобы пили водку там. Наркотики разные. Поэтому вот такой же сейчас идет накат на Чудинова, на Жданова, в котором мы вместе выступали. На всех русских историков, истинных таких, как Светлана Жарникова была, они просто не могут с крыжащими зубами. Я с одним, знаешь, либералом встретился на железнодорожных путях, как у Белова написано. Он с моим другом шел, ну я поздоровался. И когда друг тому представил меня, что писатель Сергеев, это как раз после того, как вышла роман газета, наследница моя. И вдруг он такой ярости прям набросился на меня. Ты, Сергеев, ты пишешь, что Россия родина слонов. Да у меня материал про Розаевского есть, что он был фашист. Я говорю, неправда. Я с его братом только что встречался в Алмавыке, Владимир Владимирович Розаевский. Никакой, не фашист был. По Хабаровскому процессу японский генерал Акино сказал, что от Розаевского ни одного не было человека, который воевал против России. Семеновцы были, а вот они не были. Поэтому и вот когда он начал, я ему говорю, ты пишешь такие книги, что Россия родина слонов. Ярость такой. Я говорю, да, Россия родина слонов. Как так? А куда эти молодые слов денешь? Слоняться, прислониться, заслон. Россия родина слонов. Он рукой махнул и пошел. Дело в том, что с ними надо биться. Нельзя поддаваться, потому что они просто... Вот я еще скажу, после нашей встречи с Рождановым, я в этом году проехал более 30 тысяч километров, объехал в Тюмени был, Урал весь проехал, Демитровские города, в Кургане был. Значит, наснимал очень много материала. И вот поразительное. казачество, как возрождается там в этом Сухой Лох, это Свердловская область, там казачество, они не подчиняются никаким этим атаманам, которые обвешивались крестами, до самых... ой, чуть не сказал, все грудь и штаны завешивали себя. Они действуют, они работают, они молодежь воспитывают. Такое мне так понравилось. вот, надо работать. Я уже давно бросил это еще после ВЛК, я понял, что бей жидов, спасая Россию, это мы только накачиваем их энергией. Надо позитивно, надо что-то созидать, создавать. Это самое страшное для всех врагов и России, и Светланы Жарниковой, которая ушла. она стоит рядом с нами, роту ее примет, и она будет стоять в нашем строю. Я в это верю. Великий человек Светлана Васильевна Жарникова. Вот ты очень правильно сказал фразу такую, о том, что вот эта фраза, которая еще с революционных времен в воздухе витает, она на сегодняшний момент приводит только к тому, что накачивается нашей враги, нашей энергией. А вот когда мы касаемся своего прошлого, когда мы изучаем свое прошлое, когда мы осознаем, кто такие наши пращуры, кто мы такие на этой земле, вот только тогда энергия идет в наши рода, в наше славянское, скажем так, общество, в наш славянский мир. И только в этом случае, когда человек становится осознанным, здравомыслящим, ведущим о своих корнях, только в этом случае мы можем возрождать ту Россию, на которую смотрит весь мир, ту Россию, о которой писала Светлана Васильевна Жарникова, ту Россию, о которой говорят те люди, о которых ты упоминал, на которых идет травля сегодня, так же, как и на Светлану Васильевну. И поэтому я всегда обращаясь к нашим радиослушателям, говорю, будьте достойны примера Светланы Васильевны, будьте достойны примера тех людей, кого уничтожают наши враги. А не просто так крыстись друг на друга, не хватайтесь за какие-то лозунги, не устраивайте разборки между собой. У нас же сейчас модно. Ты христианин, ты атеист и начинают друг друга молотить. А в конечном итоге кому достаются сливки? Кто их снимает? Вот если вы об этом забываете, то тогда вы все время будете лить воду на мельницу наших врагов. Если вы будете помнить, что мы все единокровные братья и что те побратимые народы, которые сотни, тысячи лет рядом с нами жили, они уже без нас не могут жить, они с надеждой смотрят на нас. Может быть, даже иногда и ругая, ругая, причем заслуженно, то, что мы забыли, кто мы такие. Так вот, если мы все об этом вспомним, то тогда будет та самая сильная Россия, которая объединит весь славянский мир и поможет всему миру осознать, что мы человеки на этой земле и что нельзя здесь устраивать свалку, нельзя здесь устраивать гадости, которые сейчас нам насаждают. И Светлана Васильевна, мир ее праху и светлая память, она как раз об этом всегда говорила, что мне всегда нравилось в ней. она указывала на то, у нас великое прошлое и вы должны держаться это прошлое. У меня будет два предложения. Значит, первое, это за счет информации от вашего радио на своем сайте, я на сайтов размещу это дело. давайте соберем народный сбор в вашем лице, чтобы вы были как организаторы этого и поставим, не будем обращаться никаким правительством, ничего, а поставим памятник на ее могиле вперед и раз. Второе, надо как-то устроить, вот есть, например, чтение писателей, шолоховские чтения, жарниковские чтения, чтобы собирались писатели, патриоты, чтобы собирались историки, наши подлинные и вот, чтобы она была как флаг возрождения нашей проистории, нашего великого прошлого. Ну, на смотрение зрителей на вас, хотелось бы, чтобы не забыл, чтобы она постоянно была рядом с нами. Замечательное предложение, я думаю, что мы информационно его поддержим и по возможности, если это будет такая необходимость, традиционно еще поучаствуем, поэтому я призываю всех, кого это предложение затронуло, обязательно связаться с нами и мы будем вместе всем миром думать о том, как это сделать лучше, как сделать так, чтобы слова наши не просто были словами, что уже хорошо, а чтобы еще они материализовались в этом мире, чтобы каждый мог подойти к обелиску, к памятнику, к мемориалу, как получится, как это назовем, это уже не важно, главное, чтобы это было, и поклониться в пояс до земли Светлане Васильевне за тот труд, который она сделала. Благодарю тебя за очень хорошее предложение. Юрий Васильевич, еще такое у нас есть, такая традиция есть, говорящий, что либо желает тем, кто его слушает, но поскольку у нас не просто разговор со слушателями, а у нас еще и памятный день, то в этом случае я предлагаю сделать твое заключительное слово в виде двух обращений. Первое – это пожелание нашим радиослушателям о том, как жить на земле и что делать, а главное, на мой взгляд, это сказать добрые слова душе Светлане Васильевне. То есть, вот как будто бы ты говоришь ей. Вот, пожалуйста, у тебя есть такая возможность и нашим радиослушателям что-то сказать, и Светлане Васильевне. Ну, радиослушателям я просто прошу своим друзьям, знакомым рассказывать то, что вы услышали и как бы расширять круг наш, русский круг. Должно пойти как волны по чистым Байкалу, какие знания интересные мы можем послушать от того же Жданова и великого, считаю, этого же ученого, Чудиного и многих других. И вот желаю вам всего самого русского, нашего национального, потому что сейчас у нас по радио, по телевидению почти нет русских песен, кроме «Игры гармонии». Вот это нас опять же терроризирует, уничтожает, но мы должны возрождаться, проводить семинары. Вот я провожу семинары «Золотой щит», может в интернете посмотреть, «Казачий спас», «Золотой щит». У нас там школа семь лет уже школа «Казачья песня», школа «Казачьего пляса», рукопашный бой. Надо что-то делать, нечего сижуться в своих этих закутках, на диване лежать с газетой, надо действовать во имя России, во имя... И вот у меня недавно как подарок к Новому году Минобороны закупило 300 моих книг «Чистая сила», и оттуда позвонили мне и сказали, что все эти 300 книг в Сирии уже в каждом экипаже самолета, вертолета не с собой, не на борту, а во время отдыха читают. Я очень рад и горд этим, что моя книга «Чистая сила» воюет в Сирии. Это раз. По Светлане Васильевне, ну что могу сказать, это великий человек, просто лицо к лицу лица не увидать, большое видеть на расстоянии. Мы должны, во-первых, у нее есть рукопись, огромная рукопись, которая так до сих пор еще не увидела свет. Надо как-то собраться, у дочери в ней там все договориться и издать это книгу. Вообще издать ее, по новой переиздать ее все работы. Вот это будет здорово. И поэтому Светлане Васильевне от всего русского рода низкий поклон. За то, что открыло глаза нам на то, что мы великий народ, что у нас великое прошлое, что мы бессмертны. Очень теплые слова. От себя я только хочу вот что добавить. Друзья мои, будьте достойны, достойны памяти этой великой женщины. Следуйте ее примеру. Пусть ваша жизнь будет наследием того примера, который она показала. Наследие воинского духа, наследие ученого, наследие здравомыслящего человека и просто хорошего человека, доброго нашего русского человека. Как говоришь ты, земля ей пускай будет пухом, а душе пресветлая сварба, как говорили наши древности. Благодарю тебя за участие в нашей сегодняшней передаче. Всем нашим радиослушателям желаю добра. До новых встреч. Услышимся. Спасибо. Всего доброго. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok